Приветствую всех и поздравляю! Сразу поздравляю с тем, что недавно совсем Россия стала ближе к цивилизованному миру. Потому что в Подмосковье под Волоколамском открылся автодром Moscow Raceway. Сооружение абсолютно европейского, абсолютно мирового уровня. Я там был, мед пива не пил, но смотрел, наблюдал за гонками, уже прокатился по трассе. Я щипал себя и не верил вообще своим глазам, что это происходит наконец-то у нас в России. Поэтому сейчас у нас в студии гости Екатерина Бельцевич, руководитель проекта Moscow Raceway и известный гонщик Михаил Ухов, который стал спортивным директором трассы. Екатерина, здравствуйте! Здравствуйте, Леонид! Михаил, доброе утро! Здравствуйте! Совершенно я не мог поверить в то, что это наконец-то осуществилось. Я, конечно, все мы знали, это долгожданный проект, мы знали, что он строится. В прессе публиковались оценки инвестиций, если я не ошибаюсь, это 5 миллиардов рублей. Да, это очень много. И причем это частный проект. Государство не имеет к этому никакого отношения. Как во многих странах в 60-е, в 70-е, там тоже строились в Финляндии, или где-нибудь в Голландии строились частные автодромы. Все тоже начиналось именно так. Но я считаю, что страна должна знать своих героев. Имя человека, который стал и основным инвестором, и отцом этого проекта, Рустем Терегулов, бизнесмен. Насколько я знаю, из этих 5 миллиардов рублей, миллиард его собственные. Скажите, что может сподвигнуть человека? Да, он богатый человек, он бизнесмен и так далее. Но понятно, что это колоссальные деньги. На них можно купить, я не знаю, замок в Шотландии. На них можно купить какой-нибудь остров. На них можно купить какую-нибудь сумасшедшую яхту. Почему автодром? Ну, прежде всего, я думаю, Михаил Сергеевич расскажет поподробнее, ибо с Рустем Маратовичем он знаком. Не первый год. Это страсть, любовь к автоспорту. Сам Рустем гонщик, со стажем больше 15 лет. Да, он известный кольцевик, очень много ездил на трешках, я помню. Нет, Рустем имел собственную команду. Это как раз было в начале 2000-х годов, когда, в общем-то, автоспорт кольцевой в России начал развиваться и имел такой совершенно заметный подъем. Команда, и он сам, выступали сначала на Апелях, потом на Фордах, и очень заметная была команда в российском чемпионате. Поэтому интерес и любовь как-то к спорту, в общем-то, у него очень давно осознанная. Я думаю, что это во многом и сыграло роль, что он решил построить такую трассу. И еще что интересно, то есть, участвуя сначала в автогонках в России, потом он начал выезжать за рубеж, он несколько раз принимал участие в немецком чемпионате. Называется он на ДАЦе Прокар. Ездил на больших количествах тестов на различных автомобилях. И думаю, что как раз он там-то и увидел, каким должен быть автодром. Да, какая должна быть структура, и как это все должно выглядеть. Изначально он говорил об этом и не скрывал, что планировалось, не планировалось, вернее, делать такой автодром европейского или мирового уровня. А начав эту идею воплощать в жизнь, все-таки было принято решение, что это должно быть такое сооружение, которое соответствует всем мировым стандартам. и на котором можно будет принимать чемпионаты любого уровня, включая Формулу-1. Ведь не зря же вот эта лицензия на Тесле Формулу-1 нами уже получена. Это говорит о том, что остался очень небольшой шаг для того, чтобы при возможности проведения такого уровня соревнования, королевских гонок, у нас все для этого было бы. Очень много на сайт финам.фм вопросов именно касательно Формулы-1. Кстати, если у вас есть вопросы, вы сейчас можете или написать на сайт финам.фм, или звонить в прямой эфир к нам, телефон студии 6510996, код 495. Ну вот я думаю, что всем дико будет интересно узнать, почему так дорого? 5 миллиардов рублей, это же 120 миллионов евро. Поправьте меня, если я не прав. И даже больше. Это всего лишь, казалось бы, 4,5 километра асфальта, уложенного в какой-то там хитрой формой, замкнутого кольцом. Почему так дорого? Ну, я бы сказала, что себестоимость строительства в нашем случае была на уровне европейских аналогов. Мы очень внимательно относились к контролю бюджета. Это же частный проект, тут же это не государственный, тут пилить и воровать саму себя никто ведь не будет. Да, это именно инвестиции в строительство без учета стоимости земельного участка, который занят. Без учета стоимости еще участка, да? Да, автодром был спроектирован известным архитектурным бюро Германа Тилке, который является автором всех последних формульных треков в мире. Такой придворный архитектор Берни Эклстоуна и Формулы-1. Он гениальный, очень опытный архитектор. И сам гонщик. Сам гонщик. Мы разработали проект нашего автодрома, который способен принимать гонки Формулы-1 и реализовывали этот проект под детальным, внимательным контролем. Под авторским надзором. Подзором Германа Тилке и его бюро. Мы должны были адаптировать их изначальный проект под российские реалии, в том числе промерзание почвы. Да, минус 30, да? Да, и поэтому глубина дорожной одежды у нас составляла почти 2 метра. Ого. Мы стабилизировали основание, на которое укладывали песок, потом щебень и асфальтовое покрытие. Это и есть дорожная одежда, для тех, кто не знает. Да, да, да. Стабилизированные основания, которые само по себе стабилизируются на глубине 45 сантиметров, перерабатываются с известью грунта и делаются твердым. На него укладывается песок, потом слой щебня и потом три слоя асфальта. И все это делается по специальной технологии, при жестком контроле качества. Мы очень признатели нашему подрядчику по дорожному строительству компании «Автобан». Это русско-немецкое совместное предприятие, которое использовали самую новейшую технику. Они строят обычные дороги, да? Да, да, да. Они как раз специалисты в области дорожного строительства в России. И вот, соответственно, мы очень внимательно подходили к тому, чтобы непосредственно дорожное покрытие, а также вся инженерная структура вокруг него — это три уровня дренажа. С трека должен уводиться вода в рамках определенных показателей и норм. На случай дождевой гонки, да, если вот там как-то внезапно ливень, да, люди едут на сликах, на шинах. Поправьте меня, Михаил Сергеевич, это же самые интересные гонки. Это очень важно, чтобы не было никаких луж, и вода с трассы уходила. Это все присутствует. И вообще вся инфраструктура, ведь это не только дорожное полотно, которым рассказывала Екатерина Андреевна, которое очень сложное, которое имеет вот это несколько слоев, плюс финальных три слоя асфальта. Причем первый слой асфальта был положен в конце прошлого года, простоял всю зиму. При этом брались пробы и продолжают забираться пробы по состоянию этой структуры асфальта. Этот слой первый выставил всю зиму. И второй и третий... Не растрескался, ничего там, да? Нет, там очень высокая оценка была дана этому компоненту, из которого он сделал. Надо уточнить, что такие составы, которые применяются на Москову Рейсвей, применились, применены вернее, они не используются в нашем дорожном устройстве. Вообще, вообще. То есть на асфальтовом заводе, когда готовили эти составы, они с удивлением смотрели на все на это. Ну и дальше уже, когда было тепло, когда асфальт нагрелся, все были положены в короткие сроки финальные слои, и вот получился. Здорово. Сейчас послушаем новости, а потом вернемся к этому обсуждению. А телефон прямого эфира у нас 6510996, код 495, естественно. Звоните, пожалуйста, спрашивайте, задавайте вопросы. Все, что касается автодрома, зачем он нужен, будет ли там Формула-1 и так далее. Значит, насколько я понял из слов Екатерины Бельцевич, руководителя проекта, и Михаила Ухова, спортивного директора трассы, проблем зимой с этим асфальтом не будет, вы прямо уверены, да? Трескаться он не будет, он переживет все, так сказать, да? А насколько он вообще рассчитан? Как часто его надо перекладывать? Мы можем не перекладывать его 10 лет с уверенностью. Мы будем внимательно наблюдать за качеством покрытия. Такой автодром в России построен впервые. Вот именно. И вообще, может быть, в мире, да? Хотя нет, в Финляндии есть самые северные. То есть есть автодромы и севернее нас. Ну, я бы сказала, наверное, там температурный режим такой же, как у нас, расчетный. Может быть, число переходов через ноль, которые очень критичны, да? Может быть, там меньше даже. Ну, мы считаем, что в нашем случае мы реализовали один из серьезнейших проектов по строительству в непростых грунтах, обводненных, глинистых, такого автодрома. Чарли Уайтинг, рейс-директор Формулы-1, который приезжал к нам с инспекцией от Международной Федерации Автоспорта, был крайне впечатлен качеством покрытия финального слоя. Крайне впечатлен качеством и защитных ограждений, которые были установлены на треке. Три уровня. Это было очень приятно, потому что человек такого уровня, приезжая с инспекцией ФИА, все время говорил только положительно. Оценки были только положительные. То есть замечания о том, что что-то сделано неправильно, замечаний, таких не было. Когда инспекция проходила еще, строительство заканчивалось, и замечания касались только тех моментов, которые должны были доделаться. Что мы говорили, да? Сейчас это все будет доделано. Ну, опять-таки, потому что Герман Тилке, да? Потому что он-то уже знает, как угодить и Уайтингу, и так далее. Он знает всю специфику именно Формулы-1 и современного автоспорта. Мы убедились, что вот это качество, которое декларирует Герман Тилке, мы его оценили. И его оценили все участники вот этой первой гонки, которая была у нас в World Series Renault. Две недели назад или сколько, да? 15 июля было. 15 июля, да. Фантастическое мероприятие. Я, конечно, вот еще раз повторю, что я там был. Я не верил, что это происходит в России. Потому что, ну, все как где-нибудь там, да? Или во Франции, или в Англии. Вот вплоть до... Причем, фантастика, вы даже парковки успели сделать. Вот в Силверстоуне там проблемы с парковками, а в России уже нет. Хотя я знаю, что вы там в последний момент все совершенно готовили, да? Потому что, ну... Ну, для нас было очень важно, чтобы мероприятие прошло на высоком международном уровне не только с точки зрения спорта, в чем мы были убеждены, а с точки зрения качества трека, с точки зрения профессиональной команды. Спасибо Михаилу. Спасибо спортивным людям из Рено, которые... Ну, мы хотели, чтобы еще это мероприятие прошло именно на международном уровне с точки зрения зрителей. Парковки – важнейшая часть инфраструктуры. Народу было масса. 40 тысяч в субботу, 45 в воскресенье. Удивительно. При том, что одновременно был Moscow City Racing, да? Очень странная такая накладка. Надеемся, что в будущем этого не будет. Нам было очень приятно, что любители автоспорта выбрали наше мероприятие. Настоящее соревнование и настоящую гонку. И нашли возможность посетить нас в таком количестве. Это тоже было очень приятно. И оцениваю эту работу, которая была проведена компанией для запуска и создания этой трассы. Очень здорово, что подъезд. Место выбрано очень хорошее по Новой Риге, по Новорижскому шоссе. Сейчас оно строится, там очень много сужений. Но когда-нибудь это закончится, надеемся, да? И подъезд будет, вот, выехал фактически из центра Москвы и через, значит, поправьте меня, да? 77 километров, по-моему, да? От МКАДа. От МКАДа. На отметке 95-й километр Новорижского шоссе, трассы М-9, да? Там справа вы едете и справа видите сначала заправочку. Невозможно не заметить. Вот, на которой обязательно должен быть 98-й бензин, я надеюсь, конечно же. Он присутствует, конечно, да. Там замечательная заправка. Да, и справа виден этот автодром. Вот, и причем заехать можно и с Новой Риги, и с Волоколамки там. Ну, а почему вы закрыли вот сейчас опять въезд с Новой Риги? Я там был вчера на журналистских гонках Мазда Кап, да, и не смог заехать с Новой Риги. Вы знаете, мы готовимся к важному мероприятию, которое называется Международный чемпионат по супербайку. Он пройдет у нас 26 августа. О, да, о, да. Мы, безусловно, в эти выходные принимаем РРС, российский шоссейный кольцевой чемпионат. Это для нас важно, мы обязательно примем его. Нам необходимо будет сразу после этого перенастроить трек под прием мотоциклистов. Это вообще другое ведь, да? Это все другое. Есть отличия такие заметные. И в связи с тем, что мы сейчас готовимся к приему вот национального чемпионата, а потом мирового крупнейшего чемпионата по мотоспортивному, мы сейчас достраиваем главную трибуну. Ведется некоторое строительство, чтобы ограничить въезд грузовой техники, мы перекрыли въезд в Новый Риги сейчас. Новый Рига кажется нам самым скоростным автобаном, который есть в Московской области, несмотря на реконструкцию, которая сейчас проводится. Думаю, после реконструкции. Да. Мы надеемся, что она в этом году закончится. Давайте послушаем. У нас есть звонок в студию. Николай хочет задать вопрос. Николай, приветствую вас. Добрый день. Добрый день, Леонид. Добрый день, Михаил. Очень рад, что я к вам дозвонился. На самом деле, я представляю, наверное, достаточно большое количество любителей автоспорта, московских и вообще по стране, которые не просто к телевизору смотрят Формулу-1 и WRC, например, а как-то сами пытаются на любительском пусть-уровне, но в этом во всем деле участвовать. Наш человек, Николай. Да. И таких, как я, достаточно много. И на самом деле существует такое вот среди нашего общества мнение, что, в принципе, автоспорта в стране... Вообще, конечно, безусловно, да, Москва-Ресла – это прорыв. Прорыв, ну, как бы, выход нашего автоспорта на некий новый, там, качественный уровень, да, вот мировая серия Рено, все вот это, вот это, в общем-то, ну, грандиозно. Этот год, конечно, для нас, ну, подарок просто. Абсолютно точно. Вот, и хотелось бы следующее, как бы, отметить. Вот, в общем-то, на самом деле, нам кажется, что автоспорт, он должен развиваться, как бы, не сверху, а, ну, одновременно, да, и сверху, и снизу. То есть, как бы, один этап, там, например, мировой серии, этап, там, Формулы-1 в Сочи – это все замечательно и здорово, но нам необходимо, как бы, и снизу, да, вот, от любителей вот это вот все прививать, там, культуру автоспорта, культура вождения, ну, все вот эти вот вопросы, которые только с этим связаны. К чему я это говорю, да? Сейчас, ну, очень популярны трагедни, на самом деле. Практически есть на всех автодромах – в Нижнем, в Смоленске, в Мечково нашем, да, там, старом, даже там, в Москве в Тушино там катаются люди, вот. Вот, и как-то надо вот это вот дело подхватить, поддержать и развить, да? Но здесь возникает нюанс. Вот был, на самом деле, у вас любительский чемпионат проходил, да, Макс Пауэркарс, вот. Но народу там приехало много, но еще больше народу не смогло приехать по причине достаточно высокой стоимости участия. То есть, их там на порядок, это в два, там, в два с половиной раза получается выше, чем на всех остальных автодромах. То есть, как-то вот этот вопрос, понятно, что, ну, вряд ли, возможно, там, окупить автодром, да, там, отбить, там, за счет, там, любителей каких-то. Ну, хотя бы, если вы там сможете, я не знаю, часть коммунальных платежей погасить, там, нашими стараниями, это хорошо. Но стоимость как-то надо ее уравновесить, потому что, ну, какой-то рынок уже определенный сложился. Вот, понимаете, к чему я клоню? Да-да-да, мы сейчас спросим, да. Потому что, спасибо, Николай, действительно, очень важен массовый автоспорт. Я тоже присоединяюсь к этому, да, потому что я тоже с удовольствием буду ездить к вам на трек-дни. Но понятно, что, естественно, автоспорт вообще занятие дорогое, не дешевое, скажем так, да, это один из самых дорогих видов спорта. Но очень хотелось бы, чтобы трек-дни и какие-то школы гоночные у вас были все-таки доступными. Расскажите, что вы планируете? Давайте я начну с того, что Moscow Raceway – это профессиональный, стационарный спортивный объект высокой категории. Его первоочередная цель – это предоставить возможность профессиональным спортивным гоночным командам тестироваться и также быть автодромом для проведения любого уровня национальных и международных соревнований. Трек-дни автодром сам не организовывает. На сегодняшний момент мы предоставляем трассу в аренду заинтересованным промоутерам и сериям, которые организовывают трек-дни. То есть это некие посредники, которые тоже как-то на коммерческой основе, да? На коммерческой, но, как правило, это организация вот этих известных серий. В частности, вот разговор идет о этапе Max Power Cup, который как раз и прошел, на котором было, в общем-то, около ста или даже чуть больше участников. Ух ты! Да, и первый раз для нас это было также такое же серьезное испытание. Естественно, мы не можем сравнить это с проведением World Series Renault, но, тем не менее, когда у нас 100 машин за один день в разных классах, в разных категориях... С любителями за рулем, которые там... Это требовало большого внимания для команды и конкретного напряжения для команды Moscow Raceway. И, в общем-то, мы с честью и это испытание выдержали для себя. Значит, у нас там была одна авария, которую мы быстро эвакуировали, оказали там помощь, там, слава богу, ничего серьезного не было. Но, тем не менее, все службы сработали замечательно. Я думаю, в будущем, естественно, все это придет к какому-то более понятному ценообразованию и возможности проводить подобные мероприятия и трек-дни, и тестовые дни. Мы со своей стороны планируем иметь на автодроме авто- и мотоспортивной академии. Вот, это очень важно. У нас заключено долгосрочное партнерское соглашение с ZAO Mercedes-Benz Rus. Они спонсоры автодрома, официальный спонсор автодрома в категории автопроизводителей. У нас есть договоренность с ними об открытии автоспортивной академии. Здорово. Мерседеса. Здорово. Я думаю, что академии подобные появятся в ближайшее время и мотоспортивные. Да, уже люди обращаются, предлагаю услуги в помощи, в организации и в создании таких школ. Сейчас об этом после новостей. Поговорим об этом поподробнее, потому что это волнует всех. Moscow Raceway Автодром. В гостях у нас Екатерина Бельцевич, руководитель проекта, и известный гонщик Михаил Ухов, спортивный директор автодрома. Пишите на сайт finam.fm, задавайте вопросы, звоните в студию 6510-996. Николай задал уже вопрос про трек-дни, почему они такие дорогие. Екатерина, расскажи, вы уже сказали, что не автодром устраивает трек-дни, а промоутер, который выкупает. Расскажите вообще о каком-то там ценообразовании. Я обращаю, прежде всего, внимание наших поклонников и потенциальных клиентов к нашему веб-сайту в интернете moscowraceway.com. На нем выложен официальный прайс-лист. Стоимость аренды трека в будний день 400 тысяч рублей с учетом НДС в этом сезоне 2012 года. В выходные дни, в которые включена пятница, суббота и воскресенье, каждый из дней 600 тысяч рублей с учетом НДС. Дополнительно предоставляются пакеты безопасности, достаточно простой набор услуг. Да, но при этом мы имеем в виду самую большую конфигурацию, это конфигурация Гран-при, это как раз эти 4 километра. Автодром имеет возможность предоставить 18 конфигураций трассы. Да, у вас там дроблений очень много, да? Да, и при использовании конфигурации меньшей длины, это цена меньше, но и также ее можно посмотреть на сайте. Пакеты безопасности. В пакеты безопасности обязательно входит служба спасательная, медицинская. Спасательная, это эвакуаторы, да, если что? Не только. У нас, в общем-то, в зависимости от уровня мероприятия, ну, в частности, если вот рассматривать такое мероприятие, как Max Power Cup, у меня были профессиональные спасатели, два человека, спасатели пожарные, скорая помощь, реанимобиль обязательно присутствует, и маршалы, которые помогают регулировать этот процесс движения. Обязательно система, люди работают в службе рейс-контроля, там вот как раз отдельно можно сказать о специальной электронике, которую имеет Автодром. Эту специальную электронику устанавливала компания ПКЕ, которая является поставщиком спецэлектроники для всех современных трасс Формулы-1. Они ставили эту электронику в Абу-Даби, в Бахрейне, в Корее, в Индии, и это, в общем-то, есть чем гордиться. То есть у нас есть специальная комната, на трассе 34 камеры, это все, вся трасса, как на ладони, видна на этих экранах, и малейшие нюансы, связанные вот с безопасностью, там вылет, остановка или разворот автомобиля, тут же принимаются меры, включается сигнализация, закрывается дорога, выезжают службы эвакуационные и спасательные, устраняют, это и дальше возобновляется движение. У вас, по-моему, даже сейчас пока слишком все жестко. Вот вчера я был на вот этой вот Mazda Sport Cup на состязании, и когда автомобили заезжают в боксы, включаются маячки и начинают крякать сирены, просто оглушительно, да, какой-то апокалиптический такой звук. Не переборщили вы с безопасностью? Нет, это все, вот мы только что говорили недавно о повышении уровня автоспорта в России и снизу, и сверху. То есть так и должно быть, да? Да, люди должны привыкать к правилам. Чем лучше дорога, чем интенсивнее движение, тем должны быть серьезнее продуманы и применяться меры безопасности. И опять же, все участники этого процесса и движения должны правила соблюдать, иначе мы развиваться не будем. То есть получить хорошую дорогу и ездить без правил нельзя. Это правда, это правда. Вот именно поэт, и еще и поэтому очень здорово, что вы сделали вот такой вот западного уровня автодром. Прививайте нам всем культуру, конечно. Мы обещаем наш автодром развивать. Мы в ближайшее время будем инвестировать в то, чтобы на автодроме появились рестораны комфортные для посетителей. А какие рестораны? Потому что мясной должен быть обязательно. Вот как у Норшлайфа знаменитый трек в Германии. Там есть, например, ресторан Пистен Клаузе, где мясо жарят на камнях. И съездить на Норшлайф, ну, все мы там, что называется, да. Задача автодрома, нас как спортивного объекта, проинвестировать в инфраструктуру, а кормить, безусловно, будут профессиональные рестораторы. Конечно. Так же, как и мы будем инвестировать в гостиницу, обязательно расположенные непосредственно на автодроме. Опять же, не одни, а вместе с профессиональным ательером. Мы обязательно построим Welcome Center, это вот центр приема посетителей, в котором сможем рассказывать побольше об автодроме, оказывать более комфортные услуги по приему наших любых клиентов-посетителей. Вообще обещаем, что все деньги, которые будем зарабатывать на треки в первое время, будем пускать в развитие. Реинвестировать, да? Да, абсолютно. А вообще есть какие-то прикидки, как долго это все, вообще может это окупиться? Трудно говорить о окупаемости автодрома, если сравнивать с стандартными проектами в области коммерческой недвижимости, одно с другим несравнимо. Мы четко контролировали расходы в момент строительства, о доходах можем с достоверностью судить по прошествии первого гоночного сезона. Следующего, да, полного. Этого половинчатого, да, хотя бы, уже даст нам основание судить о доходности инвестиций. Не видим, чтобы они были выше, чем 2-3% годовых на вложенные деньги, но таковы, я думаю... Вот на Западе там же тоже, да, это же тоже не, так сказать, небыстро окупаемые проекты, все эти автодромы. На Западе, справедливости ради, большинство немецких проектов, они принадлежат муниципалитетам и ими же финансируются. Это правда, это правда. Кстати, раз уж мы заговорили про Норчлайфы, там же Нюрнбург-Ринг сейчас на пороге банкротства. Они слишком много стали инвестировать, они построили, вот там легендарная вот эта вот Норчлайфа, северная петля, 20 лишних километров, потрясающий трек, построенный Гитлером в 33-м, если не ошибаюсь, году. Потом там возникла еще формульная трасса и так далее. И совсем недавно они решили финансировать, инвестировать еще больше, сделать там какой-то центр развлекательный, развлекательный комплекс, да, с какими-то там американскими горками и так далее. вложили миллионы, там, да, я не помню, ну, много, короче говоря. И оказалось, что все это никому не нужно. Что поток, даже это в таком месте, как Норчлайфа, это мекка автоспорта, там, да, мировая, выясняется, что все это абсолютно неокупаемо. И сейчас у них очень большие проблемы. Ну, ситуации на Нюрнбург-Ринге мне знакомы очень подробно. Я думаю, что задача у нас не стоит сделать из Москвы Рейсвей развлекательный центр. Все-таки это будет оптодромом. Более того, рассматривается возможность об увеличении длины, потому что предварительный проект включает в себя 5-километровую версию. Но в этом есть определенные трудности технические. Но не исключена возможность, что этот план в дальнейшем будет рассмотрен. А вот вся структура автодрома, о которых шла речь, как то, обязательные гостиницы, ресторанные, рассматривается возможность создания технической деревни с созданием... Тюнинговых ателье. Тюнинговых ателье. С возможностью строительства или аренды баз для содержания гоночных команд и различных школ. И это все, как сказать, в ближайшем будущем и в планах присутствует. Ох, прямо вот опять-таки не верю, что это все происходит у нас. Знаете, у меня иногда впечатление, где я, особенно вечером, когда находишься в падоке и когда горят огни, когда приехали команды Рено, вот это все так типично. Заезжают люди в падок, механики начинают разгружать, ходить, горит этот яркий свет. Впечатление, что мы где-то в Европе, а не в Балакаламском районе. Абсолютно. Знаете, друзья, вот все те, кто хотя бы чуть-чуть любят автомобили автоспорт, прямо вот настоятельно рекомендую. Съездите, зайдите вот на сайт, Екатерина уже объявляла, как он называется. MoscowRaceway.com Да. Посмотрите расписание и съездите на какую-нибудь ближайшую гоночную серию. Это фантастическое, непередаваемое ощущение радости и счастья. Леонид, я воспользуюсь возможностью, позову наших зрителей, поклонников автоспорта в эти выходные, еще раз на этап RRC. Позову 26 августа посмотреть Superbike. Это будет великолепное, уникальное для России зрелище. Грандиозное зрелище. Грандиозное зрелище. И приглашаю всех обязательно приехать к нам на мировой чемпионат GT 1-2 сентября. Я думаю, что это будет гонка очень интересных, мощных машин. И тоже незабываемое зрелище. Приезжайте. Да, много известных фамилий. Можно увидеть живьем на нашей трассе, да, за рулем. Здорово. У нас звонок есть в студию. Алексей к нам дозвонился. Алексей, приветствую вас. Добрый день. Вы кто? Вы тоже участник трех дней? Нет, я не участник. Я так больше наблюдаю. Я хотел узнать как раз по поводу удобства зрителей. Ну, у вас трибуны есть, насколько я понимаю, да? Что есть? Трибуны, трибуны есть? Да, да, да. На автодроме. Я, насколько знаю, планировалось на вид с трибунами делать, но я вроде как в интернете смотрел, еще нет. Или я ошибаюсь? В настоящий момент трибуны на автодроме предусматривают размещение 33 тысяч зрителей с обозначенными сиденьями. Основная трибуна на 3,5 тысячи зрителей, которая сейчас достраивается, вы сможете на супербайке ею пользоваться, как минимум, увидеть ее в завершенном состоянии, как она выглядела изначально по проекту. Она имеет козырек, она закрытая, остальные трибуны они не закрыты, открытые. На формуле Рено 15 июля шел мелкий дождик в воскресенье. Сильно это зритель не испугало. Я сама сидела в центре трека на трибунах 4,5 наблюдала за Данилом Квятом. Мне настроение это не испортило. За победой Квята. Алексей, еще вопрос есть? Нет, спасибо. Спасибо вам. Там действительно есть в этой строительстве сейчас большая трибуна, самая высокая. Сверху будет виден весь трек? Да, как раз верхние точки нашей основной трибуны позволяют увидеть весь трек, смотреть сквозь здание питбилдинга, здание размещения гаража и вип-зон, смотреть сквозь внутренние трибуны, трибуны Мерседеса 4,5. Как раз сверх главной трибуны видно весь трек. Потому что мне всегда обидно, когда сидишь на трибуне и видишь только, скажем, прямую старт-финиш. Ну, это тоже интересно. И особенно, когда ездят мощные машины вроде Формулы Рено 3,5, где этот вот рвущий душу звук такой, да, ради него одного стоит приехать. Но вот они проехали мимо тебя и все. И тишина дальше. И ты не видишь. И ждешь. У вас, кстати, у вас нет, у меня не хватало больших экранов. Вы знаете, это вопрос каждый раз к организаторам международного мероприятия. То есть это не вы, да? Это не мы. А почему бы автодрому не оснастить? Это есть в плане тоже. То есть очень многие вопросы, которые вы сейчас поднимаете, они рассматриваются, потому что мы говорим о тех вещах, которые нужны на такой площади, когда такая длина и удаление для того, чтобы зрители могли видеть. В частности, на Супербайке планируется несколько больших экранов для того, чтобы зрители могли все это видеть. Здорово. Поговорим сейчас и у Супербайки, и о Формуле 1. А пока новости. Телефон прямого эфира 65 10 996, сайт финам.фм. Задавайте вопросы. У нас в студии Екатерина Бельцевич, руководитель проекта Moscow Raceway и известный гонщик Михаил Ухов, спортивный директор автодрома. Вот давайте сейчас в оставшееся время поговорим про то, что всех, наверное, волнует больше. Про Формулу 1. Когда она у вас будет? Ну, вопрос этот нам задают часто. мы последовательно на него отвечаем, что проведение королевских гонок в России это вопрос федерального уровня. Нам известно, что решение о проведении гран-при Формулы 1 в 2014 году принято в Сочи. Мы очень рады, потому что Формула 1 приедет в Россию. Мы очень надеемся, что на автодроме Moscow Raceway Формула 1 обязательно появится, потому как автодром для этого и приспособен и находится в московском регионе с количеством проживающих 20 миллионов в центре России. Это неизбежно, мы в этом убеждены. Но поскольку Формула 1 прежде всего мероприятие, которое необходимо стране, региону, приносит доход именно на федеральном уровне, то есть имеет смысл на федеральном уровне, а не на уровне отдельного частного автодрома, привезти Формулу 1 мы себе позволить не можем. Это решение, которое должны принять о проведении Формулы 1 на нашем треке федеральной власти. Мы со своей стороны неоднократно заявляли, что готовы для проведения Формулы 1 предоставить автодром бесплатно со всей инфраструктурой, готовы при принятии соответствующего решения даже достроить необходимую зрительскую инфраструктуру. Не секрет, что нужно будет увеличить количество посадочных мест для зрителей до 100 тысяч человек. Ну, в общем-то, ничего другого с автодромом нам делать и не нужно, он полностью готов для приема королевских гонок. То есть сейчас у вас категория F1 T, то есть T это тест. Для теста Формула 1 пригоден автодром, для проведения Формулы 1 нам надо достроить зрительскую инфраструктуру, место. И тогда, соответственно, будет, пожалуйста, можно проводить. И вы можете это сделать очень быстро. Вот те трибуны, которые сейчас составляют 30 тысяч посадочных мест, были возведены нами за три месяца. Ну, потому что технология изученная, мы пользуемся проверенными иностранными поставщиками, трибуны надежные, красивые, это сделать достаточно быстро. Правильно я понимаю, что автодром обычно платит Берни Эклстоун, владельцу Формулы 1, причем какие-то сумасшедшие, типа 50 миллионов. Ну, в случае 160 годовой этап. И автодрома в этом случае принадлежит лишь право продать билеты. Сборы от билетов не превысят 5 миллионов евро или долларов. Это зависит от количества посетивших этап Формулы 1 в той или иной стране. все остальные права коммерческие на размещение рекламы, телетрансляцию принадлежат Формуле 1 менеджмент. И поэтому, конечно же, это мероприятие опять же окупается только на уровне федерации страны. Ну да. Нет, оно, наверное, и вряд ли окупается. Оно, вот если мы говорим про этапи в 2014 году, да, конечно же, оно будет для страны убыточным, да, и заплатим за это все мы с вами налогоплательщики, насколько я понимаю. Ну, в этот момент регион, трек транслируется многомиллионной аудиторией по всему миру. Это, безусловно, повышение имиджа страны, региона. Есть такие спортивные соревнования, которые должны быть для поднятия уровня страны и региона. Ну да. А если, предположим, а вдруг так случится, что, ну вот, трасса в Сочи, она же будет не стационарной, она будет временной, это будет городская гонка. А вдруг вот что-то у них не заладится и не смогут. А тут вы выходите такие, ребят, а у нас все готово? Ну, мы готовы и всегда об этом говорили. Мы готовы принять Формулу-1 из 13-го года. Тем не менее, тем не менее, мы общаемся с сочинцами, они приезжают к нам для обмена опытом. Там автодром тоже проектирует Германтилке дорогу, ибо, как вы правильно сказали, это временная трасса, которая будет организовываться непосредственно для проведения Формулы-1. В остальное же время это городская дорога в Сочи. Мы общаемся, обвиняемся опытом, в общем, рады. Формуле-1 мы всегда рады, а 2013-го года можем ее провести у нас. Скажите, Михаил упомянул о возможности удлинения трека до 5 километров. Вот я уже слышал такие, значит, разговоры среди гонщиков, что трек получился классный, интересный, захватывающий, но недостаточно скоростной, и мало мест для обгонов. Особенно там вот есть такая извилистая часть, там первый сектор, да, он называется. Там одна есть, всего лишь одна, грубо говоря, траектория, и обгонять там будет невозможно. Вы знаете, трек получился для пилотирования достаточно сложный. При видимой простоте, которая просматривается на схеме, как только начинаешь двигаться, и на быстрой машине, не говоря уже о формуле Renault 3,5 литра, естественно, дорога сужается. Но это эффект любой дороги. Это эффект любой дороги. Но именно сложность пилотирования заключается в очень правильном выборе траектории. И малейшее отклонение от этой правильной траектории рушит сразу прохождение следующих двух поворотов. Поэтому ошибки при жесткой конкуренции у водителей неизбежны. Что, в общем-то, мы наблюдали на World Series, потому что для всех спортсменов трасса была новая. У них возникли трудности, при том, что у них своя турнирная борьба, и никто никому ничего не хотел уступать. Вот эта новизна трассы, она позволила увидеть нам целый ряд ошибок, и, к сожалению, не позволила нашим спортсменам тоже, несмотря на то, что Михаил Алеша является достаточно опытным гонщиком, проявить себя на том уровне, на котором мы все ожидали. Поэтому говорить о том, что конфигурация простая, и трек неинтересный, и не скоростной, я бы не стал. Это поспешное несколько заявлений. А вот возможность удлинения, конечно, это все связано не только с нашим желанием, потому что, как Екатерина Андреевна говорила, там достаточно сложный грунт. И вот эта часть, которую можно было бы удлинить трек, она как раз имеет очень тяжелый грунт для того, чтобы класть туда дорожное полотно трассы. Но, тем не менее, это возможно, но это будет все-таки рассматриваться не сейчас, я думаю, что может быть через год. Тем более, что, в общем-то, конфигурация этого удлинения, она присутствовала с самого начала. когда трасса только еще проектировалась, вот этот 5-километровый вариант, он тоже уже в определенных документах и чертежах присутствует. При этом, как еще мы несколько раз говорили, различные конфигурации трассы, в частности, вот то, что сейчас будет использовать супербайк на одном участке, там срезка так называемая будет использоваться, она очень сложна, потому что она идет в гору и гонщикам там не видно поворота, то есть поворот для них открывается в тот момент, когда они закончили торможение, а так они едут просто в небо и в лес, что, в общем-то, достаточно адреналина добавит им при прохождении этого участка и, в общем-то, там спланировано повышенное количество маршалов на это соревнование, потому что мы ожидаем там возможно падений, вылеты, падений, еще там естественно не дай бог или дай бог наоборот, что будет дождь в общем-то, конечно, зрителям усложнение ситуации на треке в общем-то всегда интересно. Не, ну супербайк обязательно надо съездить. Когда Екатерина? 26 августа. Да, вот прямо обязательно. Я буду просто хоть тушкой, хоть чучелом. Скажите, а когда вы будете закрывать трек? Вот зимой, я имею ввиду, да? Что с ним будет? Мы планируем эксплуатировать наш трек с апреля по конец октября. Не планируется эксплуатация трассы в зимний сезон. Есть жесткие нормы по температурному режиму для эксплуатации верхнего покрытия. Температура на почве круглосуточно должна быть выше плюс четырех. Опять же, для того, чтобы качество трека не ухудшалось во времени. А почему бы, например, не залить его зимой льдом, сделать снежные отвалы и, пожалуйста, тоже трек дни там на полноприводных машинах, боком, красиво, скажем, на нешипованных шинах? Нет, то, что касается основной конфигурации, конечно, она использоваться однозначно не будет, потому что это изделие надо беречь и за ним ухаживать и нельзя просто любой ценой его эксплуатировать. Но при этом не надо забывать, что все-таки комплекс имеет огромную территорию. Огромную территорию и возможности проведения различных мероприятий, даже соревнований, она всегда присутствует, потому что вся инфраструктура будет работать. Есть боксы, есть вип-зоны, есть медиа-центр и еще раз там структура позволяет проводить такое разнообразие мероприятий, только правильно организовав их, что не надо использовать и портить полотно, которое должно работать летом. Так сделайте там вот типа Домодедовской трассы такой, да, ну, не ралли-кроссовой, да, ну, для раллистов, грубо говоря, для полноприводных машин на шипах. Это тоже возможно, потому что, в общем-то, территория достаточно большая и на сегодняшний момент она не освоена, но, в частности, вот вы уже сами видели количество стоянок, которые, в общем-то, гравийные, они не грунтовые, они гравийные, которые позволяют выложить проложить там что-нибудь, да, интересную конфигурацию зимой и проводить вот такие мероприятия, о которых вы говорили. Это просто надо сейчас закончить летний сезон, подумать о зимнем и приступить к зимнему. Есть такие мысли тоже, просто мы так не торопимся, поскольку очень много работы сейчас и очень ответственные соревнования, которые мы перечисляли, нам предстоит и предстоит еще их организовать, ну, сделать и провести. Ну да, ну да. Поэтому до зимы еще далеко, мы успеем подумать. Здорово, здорово. Вот час, как всегда, пролетел совершенно незаметно, в который раз убеждаюсь, что разговаривать о машинках, да, можно вообще сколь угодно долго. Огромное вам спасибо, Екатерина Бельцевич, руководитель проекта Москва Рейсвей, Михаил Ухов, спортивный директор. Я думаю, что примерно на все такие острые, животрепещущие вопросы вы ответили. Спасибо вам. Спасибо вам, Лидия. И остается только приезжать на гонки, вот, самым удачливым в них участвовать, побеждать и так далее. Вот, поэтому спасибо вам, спасибо всем, да здравствует автоспорт, всего хорошего. Всего хорошего.